Ребят, здорово! Это Шамшурин и сейчас вот нахожусь в Карелии на рыбалке. Обожаю эту тему и, собственно, хотел пару слов сказать на тему счастья. Вот, что-то тут какие-то пришли мысли, воспоминания и прочее. Значит, смотрите, ну, прежде чем буду рассказывать, смотрите, как круто. Здесь чайничек кипит, здесь уха будет вариться, в общем, там залив. В общем, тут очень круто. Сейчас, погодите, чайник уберу. Вот, и, значит, смотрите, тема следующая. Ничего не слышу в этой шапке. Тут по поводу счастья, значит, смотрите, мне очень нравится, как формулирует свою какую-то теорию про счастье Андрей Курпатов. Это известный в России психотерапевт, если вы еще не знаете, кто это такой, обязательно рекомендую вам узнать про него побольше. Это золотой фонд России по-настоящему. Как мне кажется, это очень крутой, ну, очень умный и, скажем, интересный человек. Так вот, он пишет следующее. Значит, он говорит, что счастья как такового не существует. Он говорит, что это все иллюзия, люди гоняются за какой-то вот иллюзией, за какой-то вымышленной херней, и на самом деле счастье у каждого свое. И это объективно так, потому что, ну, тут уже я от себя добавлю, это все основывается на ваших ценностях. То есть, у кого-то ценности материальные для него, там, как он думает. Счастье – это много денег, что-то еще у кого-то ценности более духовные. Вот, и мои ценности, например, они меняются в последнее время с каждым днем. Тут тема такая, значит, смотрите, по большому счету, да, вывод такой, счастье – это для всех абсолютно разная штука. И второй момент, что счастье, ну, это по большому счету иллюзия. И мне нравится, как говорит Курпатов, он говорит, что для счастья, по большому счету, любому человеку нужно три вещи. То есть, первая вещь – это какая-то самореализация, то есть, чтобы у человека было то занятие, которым он занимается и как-то вдохновляется, заряжается энергией. То есть, занятие, которое ему нравится, где он может себя реализовать, и он может сказать, что да, я от этого получаю какое-то удовольствие и так далее. То есть, нужно чем-то заниматься, желательно тем, что тебе нравится. Второй момент, значит, для счастья нужно уметь контролировать свои эмоции. Здесь я хочу чуть поподробнее раскрыть, значит, ну, Курпатов говорит, для этого нужно научиться контролировать свои эмоции. И, как бы, я уже от себя сейчас буду добавлять. Значит, смотрите, почему? Потому что в жизни бывают какие-то и радости, и огорчения, не знаю, и, ну, не всегда все бывает гладко. Думать, что счастлив тот, у кого все всегда хорошо, он, брусника под ногами растет. Это полная утопия. Потому что могут быть провалы, может быть какие-то неудачи и все прочее. И тут важно научиться к ним правильно относиться. То есть, это вопрос восприятия. Для кого-то какой-нибудь провал в бизнесе, это крах, провал и все прочее. Он пошел, застрелился или, там, не знаю, повесился. А для кого-то это просто новая отправная точка. Он сделал какие-то выводы. Он сказал себе, что, окей, я чему-то научился, и в следующий раз пойдет сделать по-другому. То есть, вопрос отношения к одной и той же ситуации. Мне нравится, как написано в книжке «Парадокс перфекциониста». То есть, там написано про профессора. Я уже где-то это говорил. То есть, когда там был такой профессор, который преподает счастье в университете. Ну, тему счастья. Вот. И к нему подошел студент. Он говорит, я за вами наблюдаю вот в столовой каждый раз. То есть, вот. И я теперь буду постоянно за вами следить, там, господин профессор. И если вдруг я увижу, что вы не улыбаетесь или не смеетесь, или не радуетесь, ну, я вас разоблачу, скажу, что вы на самом деле хреновый профессор про счастье. Вот. На что профессор, как бы, ну, посмеялся, там, ответил, что, чувак, то есть, счастье – это не постоянно ходить, как дебил, улыбаться, да, там, изображать из себя какую-то радость. То есть, счастье – это уметь воспринимать и негативные жизненные проявления, а их, на самом деле, достаточно много, жизнь полосатая. Умение воспринимать их как-то спокойно. То есть, не поддаваться панике, не убиваться об стену и так далее. Вот в этом есть счастье. И здесь я с ним согласен. Поэтому, ребята, значит, первое – это самореализация. Второе – это умение управлять своими эмоциями, самому себя настраивать на позитивный лад какой-то, да. И третье, собственно говоря, как говорит доктор Курпатов, третье – это когда рядом с тобой находится какой-то близкий человек, с которым тебе хорошо, с которым тебе классно, ну, который может разделить твои интересы, радости, невзгоды, огорчения. То есть, тебе нужен близкий человек. И в моем понимании, если ты еще, как бы, до сих пор, как ни странно, ну, исповедуешь нормальную, скажем так, традиционную сексуальную ориентацию, то это должна быть женщина, естественно, да. То есть, и, как бы, здесь есть такой момент. Ну, лично я думаю, что, как бы, твоя женщина, твоя семья, твои отношения внутри своей семьи, твой климат вот этот вот психологический – это самое важное в жизни. Потому что то, что происходит вовне, то есть, всякие там бизнесы, небизнесы, что-то еще, работа, неработа, проекты, то есть, все это, это как игра такая. То есть, там, там может быть по-другому, там может быть по-разному, там может быть и плохо, и хорошо, и очень плохо. И когда ты приходишь домой, ну, туда, где твоя женщина, там всегда должно быть хорошо, и над этим надо работать. То есть, самое главное, что там. Потому что, как бы ни было вовне, плохо и сложно, когда ты приходишь домой, твоя женщина тебя поддерживает, она говорит, что ты самый классный, это заряжает тебя такой энергией. То есть, и в данном случае, вот, моя женщина постоянно мотается со мной на рыбалку в Карелию, хотя здесь такие условия, я вам скажу, не самые лучшие. То есть, она при этом остается красивой, она, конечно, немножко ворчит, но мне искренне приятно, что я могу с ней поехать на лодке куда-то, там, не знаю, в камыши и ловить там рыбу. Вот, она, она у меня настоящий молодец. При этом, еще раз, она остается такой самой красивой, самой классной, она меня во всем поддерживает. Это очень важно, ребят. И, ну, в принципе, я могу помочь тебе и в первом, и во втором, потому что у меня есть опыт и того, как контролировать свои эмоции. Не всегда с этим опытом, как бы, все было гладко, но я к этому иду все больше и больше. У меня есть практические знания и техники, которые могу передать тебе. По поводу твоего занятия жизни и самореализации тоже можно очень много, чем тебе помочь. Но самое главное, самое главное, чем я хочу и могу тебе помочь, это в третьем аспекте, это в вопросе с женщинами. И поэтому, значит, смотри, я приглашаю тебя на свой тренинг с 7 по 10 ноября. Тренинг практика в Москве, где лично я вместе с моими коллегами, где мы будем заниматься вопросом твоей личной жизни. Это уже давно ушло за какой-то банальный пикап. То есть у нас тренинг лично с новороста, и мы полноценно меняем твою жизнь, во всяком случае, используя женщин или женщину как инструмент для того, чтобы взбодрить даже тех, кто уже невзбодриваемый. И поэтому мне очень приятно, что у нас все больше людей с 40 с плюсом приходят на тренинги. Это люди, которые состоялись в жизни, некоторые не состоялись к этим годам в жизни. Но так или иначе, они ищут себе вторую половину. Я готов тебе помочь, я могу тебе помочь. И я с радостью тебе помогу с 7 по 10 ноября на тренинге практика в Москве. Ссылка под этим видео, записывайся. Ну и пиши в комментариях, что для тебя счастье. Я пойду варить уху. Пока.